всем привет меня зовут света и вы находитесь на моем канале сегодня собираюсь снять такое небольшое обзорное видео по тем процессам и тем готовым работам которые у меня есть на данный момент и хочу начать с того что показать вам частично показать не полностью ту шаль которую я связала покажу вам слегка как я говорила только потому что это шаль у меня вяжется в рамках совместного проекта создать свою мечту и эту шаль я буду показывать тогда когда буду отчитываться по этому совместному проекту таковы правила я не хочу их нарушать поэтому я покажу вам только вязку и скажу что она связана из пуха норки все остальное что касаемо размеров этой шали как она вязалась какие были проблемы что касается узора расскажу все об этой шали гораздо позже и для кого будет интересно и кто захочет тоже там у тебя в разделе сообщества схему этого узора он достаточно простой это первая моя готовая работа также в рамках этого совместного проекта я уже как бы закончила над ней работу она будет подарена и сейчас перейду к следующим готовым работам которые у меня есть на данный момент но уже не в рамках каких-либо совместных проектов и девочки я вам показывала носочки вы уже видели их особенно вот эти вот эти эти показывала частично я их довязала и почему я вам их показываю снова да потому что я их постирала надела на блокаторы сейчас они у меня сохнут и если вам видно вот здесь вот немножечко темное пятна это они у меня вот таким вот образом висели как бы сверху вниз и они здесь еще мокрые я их слегка пропарила утюгом и здесь еще парни пар если они мокрые так они мокрые так и по узору конечно это узор достаточно популярный на ю тубе вообще везде где вяжут носочки и других сетях тоже но все-таки я оставлю схему узора и девочки кому будет интересно кто смотрит меня возможно чтобы не искали там не бегали не рыскали я сразу дам схему узора поделюсь девочками и скажу сразу что девочки носочки получается шикарные на носки на ноги сидят шикарно но сразу предупрежу что узор стягивается не знаю почему хотя здесь такое двухстороннее вязание да узор вяжется в обоих рядах и в лицевых и изнаночных но здесь круговые ряды поэтому будем считать что в каждом ряду вяжется узор и все-таки узор стягивается я вязала этот узор сейчас если точно помню на 72 петли и они прям достаточно туго сидят на моей ноге ну красиво девочки но очень красиво слов нет поэтому я ими довольна если они когда высохнут я буду испытывать какой-либо дискомфорт в их носке до у себя на ноге я с радостью их кому-нибудь подарю тому кто оценит эту работу этот узор и качество этих носочков так сначала про эти носочки скажу вот эти носочки тоже были связаны почти в одно время с зелеными и классные носочки что говорить из одной и тоже пряжи скажу сразу что это зелененькая пряжа и это это в ревито бриллиант все знают она мне нравится вязание носков поэтому я ее беру кстати тут не учитывается то что там бюджетный не будет бюджетный вариант потому что витабриллиант она стоит также как и любая носочная пряжа за исключением короче за исключением конечно ну европейских до этих европейских производителей пряжи там конечно пряжа подороже но если сравнивать с ализе знака и там с другими то это пряжа можно сказать равноценное кое-где даже и дороже но мне она нравится что она тоненькая и она очень хорошо ложится в узоры мне прям очень нравится и здесь я подобрала такой узор я девочки для вязания носков создала у себя на компьютере на рабочем столе папку и куда скачала все узоры которые могли бы подойти мне для вязания носков из книги 250 узоров японских узоров и скачала те узоры которые мне понравились чисто внешне и те которые по количеству петель в раппорте могли бы подойти для вязания носочков и это один из этих узоров которые я скачала для носков и вот этот узор один из первых которых я который я вязала из этой папки и он классный конечно не помню точное количество петель в раппорте я этот эту схему тоже там у себя в сообществе девочкам которые хотят связать в оригинале этот узор зелененький и вот тут резиночку я тоже подогнала под узор чтобы все так плавно и хорошо перетекала из резиночки в узор вязала сверху набирала самый обычный обыч самым обычным способом пятка французская с недавних пор мне она очень полюбилась и до этого я очень любила пятку бумеранг и классные такие носочки их они тоже мокрые девочки если видно вот здесь вот темные они еще мокрые здесь они сухие потому что висели сверху вниз и я их тоже немножечко прогладила утюгом и мне так нравится как лосница это пряжа вот если видно она так переливается и очень красиво смотрится так и еще одни вот эти вот носочки эти носочки я уже связала из пряжи alize lana gold fine я ее недавно заказала у себя на канале показывала что я заказала там носочную пряжу кое-какую и лана gold fine три цвета ежевичный цвет цвет такой голубой темно-голубой то назовем его и вот этот цвет он похож на капучино но назывался он как-то по-другому сейчас не могу вспомнить этикетку выбросила по одному мотку я заказывала и для этих носков 40 размера у меня ушло примерно 83 грамма пряжи и тоже здесь такой красивый узор из моей папки с узорами тоже резиночку подогнала сама под этот узор и этот узор я тоже выбрала может быть он конечно у кого-то из девочек уже есть в носках использовался но я его не видела именно в носках потому что выбрала по своему предпочтению так как мне понравился этот узор я выбрала к тому же в оригинале он был как вам сказать просто вот этот вот рапорт и он повторялся там периодично да вот отсюда начиная и дальше дальше шел рапорт я же сделала таким образом что вы вязала один рапорт а вот эти дорожки которые шли от узора я уже пустила таким образом то есть просто по носочку по верхней части стопы и по пяточки и получилось на мой взгляд очень и очень даже симпатично и по пряже я не знаю вяжут ли девочки из этой пряжи носки но мне понравилось вязать она такая знаете немножечко такая ворсистая пушистая получилось тоже постирала их вручную стирала скажу сразу вручную не в машине не потому что боялась ализе не потому что боялась и вита бриллиант носки я стирала в машине без всяких проблем эту пряжу я вообще впервые вижу девочки впервые начала вязать не вижу а вяжу так и в общем для вязания носков мне эта пряжа тоже очень понравилось в ней чувствуется шерсть в ней чувствуется тепло не знаю может для кого-то принципиально конечно вязать именно из носочной пряжи для меня нет в этом такого определенного культа да я люблю носочную пряжу да я люблю как она ложится в носке это безупречно сказать нечего но мне интересно попробовать раз разную пряжу как она будет ложиться носки я помню что в наше время могли вязать носки из чего угодно даже из распущенных старых вещей но у моей невестки была старая бабушка принципе моя невестка сама уже прабабушка и у нее была бабушка она вязала носочки и пряжу для носков покупала самодельную на рынке и у нас раньше на рынке продавалась такая пряжа то есть женщины сами пряли шерсть овечью и она была чисто шерстяная похоже сейчас на рассказовскую пряжу и носочки получились получались шикарные и я подумала почему мне тоже не повязать из разной пряжи и в общем могу сказать что это пряжа меня приятно удивила так как я впервые с ней столкнулась и ее спокойно можно использовать для вязания носков эти носочки такие большенькие у меня и очень классные получились узор красивый смотрится хорошо с небольшим таким легким ажуром и очень нравится мне вот эти рельефные дорожки так по носкам все дальше сейчас я положила перед собой вот этот безымянный моточек пряжи когда-то очень давно я покупала вот эту пряжу девочки не знаю вот мне почему-то кажется что это лана gold classic мне почему-то так кажется я покупала ее давно и в общем я не знаю почему все вот эти моточки у меня без этикеток я не знаю или я их выбросила или какая какую цель я преследовала когда освободила эти матки от этикеток в общем я не знаю что это пряжа но на вскидку девочки это 250 метров примерно на 100 грамм почему я думаю что это лана gold потому что это расцветка от alize у них есть вот такой вот цвет это какой-то такой темно-серый меланж ну пряжа красивая очень красивая по себе пряжа вот этот вот меланж придает ей такое ощущение прям настоящей шерсти но пряжа мягкая я бы не сказала конечно что она прям очень мягкая там и гусенькая как девочки год нет она мягкая если посчитать что в ней есть шерсть но в то же время она не скрипучая и не такая скользкая как если бы в ней было много акрила например я думаю что все-таки это полушерсть и для полушерсти она самое что ни на есть приятное в общем теперь к делу я уже говорила у себя на канале что мой сын стал ездить на вахту то есть работает вахтовым методом и сейчас у него первая вахта конечно он уехал я не знала что ему еще положить туда с собой ну конечно положила теплую одежду там все остальное но сейчас мне почему-то хочется связать для него такой свитер с высоким горлом как говорится свитер рыбака что-то вроде того сначала у меня я хотела связать для него свитер батину кофту потом вспомнила что я ему уже такой свитер вязала я вязала его из пряжи на к астротам правда стопроцентный акрил очень красивого бутылочного цвета и свитер получился очень красивый он смотрится гораздо благороднее чем батина кофта но однако по своему фасону потому как называют это очень похоже и он этот свитер с удовольствием носил но так как он был из стопроцентного акрила я хочу ему связать нечто потеплее и поэтому взяла вот эту вот пряжу из которой я хочу связать ему свитер с высоким горлом я брала упаковку то есть тогда в тот момент я брала когда пряжа для меня не было еще таким кольтом я брала и по мере необходимости захотела что-то вязать пошла в магазин купила пряжу так же было и тут купила пряжу сыну на свитер почему-то забросила его вязание там ни один моток и связан этой пряжи так я его как бы даже не распускала просто оставила вязание в процессе и все я теперь понимаю что этих пяти мотков моему сыну не хватит потому что с тех пор как я покупала эту пряжу мой сын значительно повзрослел возмужал и теперь у него пятьдесят четвертый размер и почти метр девяносто рост соответственно размер будет большой и пряжи уйдет много поэтому я решила сначала хотела сделать подмот и чтобы эта пряжа была потолще думала уйдет поменьше но решила сделать полоски в интернете посмотрела очень много вариантов свитеров для мужчин сейчас я постепенно буду вам вставлять те модели которые мне наиболее близки для этого свитера который я хотела бы связать и сейчас я вам покажу ту пряжу которую как бы я на данный момент предполагаю использовать вязание полосок вместе вот с этой вот прекрасные скажем так пряжи и вот девочки это пряжа сейчас у вас на экране это рассказовская пряжа в общем вот такие дела девочки я хочу сделать таким образом в общем основное полотно буду вязать реглан сверху сначала буду начинать самого непосредственно высокого горла буду вязать реглан сверху до тех пор пока обхват груди до не будет примерно 60 сантиметров хотя я наверно все таки я сейчас не могу померить грудную клетку своего сына я буду ориентироваться на тот цвет на ту батину кофту которую я вязала в общем буду вязать и дальше свяжу наверно рукава и потом уже когда буду вязать тело ближе к низу изделия я хочу сделать полоски таким образом в общем будем считать что это полотно свитер далее я хочу сделать светлую полоску потом темную и потом опять светлую и закончить резинкой вот этого вот цвета то есть вот смотрите как будет идти сейчас я вам постараюсь выстроить эту логическую цепочку в общем темная пряжа светлая пряжа чуть потемнее и потом опять же вот это пряжа и теперь у меня возникает такой вопрос я вязала вот из этой пряжи свой кардиган классный шикарный прям бомбочка и из этой кстати тоже вот я их вместе да кстати я все эти три пряжи уже использовала вязание своего кардигана у меня основное полотно было вот этим цветом дальше я делала два ряда вот этим цветом и низ кардигана вот этим цветом я забыла что я его использовала но теперь вот им видимо суждено вновь встретиться теперь я думаю а не использовать ли мне вместо этого цвета вот этот белый цвет и думаю не будет ли слишком ярко хотя наверное я еще слишком рано об этом думаю потому что сначала мне предстоит вот это все связать а потом уже перейти на вот это все потом я у меня была еще такая идея что связать этот потом сделать белые полоски потом сделать широкую коричневую полосу а потом опять белую и черную девочки кстати это тоже будет очень хорошо смотреться я думаю в общем я образцы вязать не буду мне жалко тратить на это время именно по этому свитеру образцы вязать мне жалко на это тратить время и мне жалко эту пряжу ковырять в общем буду думать уже когда буду вязать уже там буду смотреть что больше ну не знаю мне вот сейчас смотрю и мне кажется вот сочетание вот этих пряж тоже будут классно смотреться такая знаете коричневая полоса такой брутальный цвет брутальные полоски самая простая вязка высокое горло и к тому же будет очень тепло и очень мягко и хорошо в общем такой вариант тоже есть ну-ка еще раз сейчас приложу так вот этот вариант так вот этот вариант и по вот этот вариант так дальше вот этот вариант и либо вот этот вариант это нет это однозначно нет потому что все как-то смазывается и теряется или вот так или вот так теперь стала я доставать свою рассказовскую пряжу я ее достаточно далеко убрала чтобы так ниточки уберем чтобы она мне не мешала на данный момент я из нее ничего не собиралась вязать и тут я залезла свои закрома и увидела что у меня тут нежданные неприятные гости в общем я несколько раз увидела что у меня спальне летает мой моя кошечка за ней охотилась я не могла понять откуда у меня моль у меня кстати вот кроме вот этой вот пряжи больше нет шерстяных таких вещей где могла бы завестись моль потому что ну я уже говорила неоднократно у нас зима теплая я предпочитаю там хлопок или что-нибудь такое чем шерсть жалко жарко не знаю и в общем тут я залезла и увидела как торчит здесь моль я ее шуганула конечно но теперь у меня такие опасения сейчас я проверю все моточки как бы она где чего не прогрызла в принципе вот тут вот смотрю ниточка крепенькая а там в других матках вот я сейчас не знаю у меня был такой казус много лет назад когда моль прогрызла у меня одну пряжу и в общем я ее когда стала разматывать она прям знаете вот такими вот кусочками была вся распадалась распадалась и распадалась поэтому дабы избежать этого неприятного сюрприза и сейчас всю пряжу перепроверю блин и чем же сейчас чем же сейчас ее сдобрить чтобы это ему моли не было девочки говорили что пересыпают в общем сигареты там табак но я вряд ли будут табаком так нафталин сейчас фиг найдешь но что-нибудь буду думать как бы избавиться от моли кстати сейчас есть очень много средств от муравьев там от всякой живности я поищу в магазине и возможно чем-нибудь и и как бы или слегка присыплю или сделаю такие небольшие саше и положу рядом лаванда у меня кстати тоже есть но я лаванду предпочитаю использовать для будет более таких декоративных целей поэтому до моль меня расстроило конечно но ничего страшного все будет хорошо так на этом хочу завершить свое видео до прежде еще скажу что я заказала пряжу это пряжа у меня будет это докупка пряжи да так скажем докупка потому что я купила я уже говорила недавних видео что купила ализе софте для худи для себя и для дочки кстати для дочки уже худи начала вязать ну просто облачко получается мягкая мягкая кофточка и сейчас я связала в общем от горловины до подмышек и вывязала один рукав сегодня начну не начну не знаю второй рукав и у меня останется еще два матка чтобы связать тело да на тело может быть два матка и хватит но я то хочу еще воротничок связать как у худи и либо даже капюшон поэтому я да заказала еще такую пряжу но именно цвет джинс как у меня я не нашла поэтому купила цвет серое небо да она будет наверное серая но я поправ попробую их как-нибудь совместить а что касается пряжи для меня то есть там было софте цвет черепаха такой красивый зеленый цвет то я докупила еще четыре матка этой пряжи дальше у меня будет там еще пара моточков носочной пряжи красивых цветов и покупаю пряжу ализе лана голд классик сейчас если точно вспомню пряжа бежевый меланш или что-то такое потому что хочу связать свитер как у данилы бодрова фильме брат для своего сына хочу его в общем капитально утеплить чтобы он не замерз на своей вахтовой работе чтобы ему было комфортно уютно и хорошо носочки кстати я ему положила в дорогу положила не только ему но и тем ребятам которые поехали вместе с ним в общем всем им носочки тепленькие шерстяные мягенькие положила поэтому приедет когда он если поедет в холодное время года то надеюсь уже свитер будет готов носочки я еще положу ему и тем ребятам которые будут с ним пусть пользуются на здоровье носят и на этом хочу завершить свое видео пожелать 7 легких петелек прекрасных изделий хорошего настроения мирного неба над головой всего самого наилучшего всем пока